Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уиз Мэн. Сегодня четверг. Да, кстати, 12. 12 ноября за бортом просто... Холодно. Очень холодно такое чувство, потому что вчера деревья были в ине, а сегодня в сугробах такое чувство. Да, то, что было вчера, это вообще ни о чем повторились с сегодняшним днем. Да, но мы в любом случае выйдем из дома, но не знаю, да, насколько. Время покажет, сейчас нужно покушать для начала. Мы с утра уже взбодрились, зарядка, велосипед и всякое такое. Апельсинчик. А сейчас вот такой вот салат Алиска сделала с... Авокадо? Да. Сельдереем. Сельдерей, помидор и... Петрушка. И у нас еще потом есть немножко помыло. Ну, вообще это от Алискина, потому что я уже половину свое помыло съел. Там еще целый лежит. Все, кушаем. Приятного аппетита. Миша, поваренок, что ты делаешь, скажи? Я ничего не делаю, я мешаю твой шоколад, который ты делаешь. Я не хочу твои лавры забирать. Алиска делает шоколад из масла. Какао-масла. Порошка масла. Какао-масла я добавила соевое сухое молоко чуть-чуть, чтобы он чуть-чуть был молочный шоколад. Ну, соево-молочный. Да. И финики мы добавили. Вместо меда. Можно на меду делать, но... Я не хочу, мне не нравится, как этот мед пахнет, если честно. Не вообще, как с финиками, я думаю, будет. Вот, ну, короче, пробный у нас вариант. Вот такая вот масла сюда. Почти уже размешали. Это дело потом зальем. Ну, у нас нет формочки. А, вот это сюда все-таки? Да. А потом будем ломать, да. А будет очень тонкий, мне кажется. Была формочка такая специальная для шоколада. Будет очень тонкий. Потому что здесь не так уж много. Ну, как вариант еще вот эту. Можно, конечно, на стулку. Да и столько же она, блин. Какую? Ну, вот стулку. Мне не нравится она. Она пластиковая. Ну и что? Из нее потом выбить просто будет. Он же замороженный будет. Мы же его заморозим. И будем потом пить с чаем. Есть, в смысле, чай. В смысле, пить чай. Есть шоколадки. Конфетки. Ладно, короче, сейчас подумаем. Конфетки-барадочки. Все, я закончил монтаж, ребят. Ну, в смысле, работу свою. Сегодня планирую позаниматься дома и выпить протеинчика. Потому что он стоит здесь и очень мало. Я раза три, наверное, пил коктейль отсюда. Так что надо бы его до отъезда вообще прикончить. Постараться, конечно, стоит. Это надо очень постараться. Это нужно через день заниматься. И вообще каждый день можно пить там. Тем более этот вегетарианский, который... Тем более ты пьешь половину порции. Нет, я пью две мерные ложки, как там написано, да. Ребята, новость, дичайшая новость. Теперь любой владелец MacBook'а, там, и не MacBook'а, Mac'а, просто, короче, продукции Apple компьютера, может приобрести Final Cut абсолютно за бесценок. Это за 0 рублей, 0 копеек. Серьезно, я не шучу. Я сам сегодня установил Final Cut абсолютно официально с сайта. Единственный момент! Это всего лишь триал-версия на 30 дней. Такая вот беда. Я чего установил его? Потому что мне уже задолбалось, что Premiere очень долго рендерит, очень долго он тупит при работе. И я помню, что Final Cut очень быстро работает и очень быстро рендерит. Но установив Final Cut, эту реальную версию, я понял, что, блин, в нем нет ничего. Ничего, чем пользуюсь я. И я понимаю, что если бы я в самом начале пользовался Final Cut, я сейчас бы уже шарил бы. Но я привык к Premiere, и, наверное, Final Cut я буду сносить. Несмотря на то, что он бесплатно на 30 дней. Хотя в 30 дней пусть полежит. Может, что-нибудь еще поколупаюсь. Ты? Premiere лучше. Premiere лучше, да, барник? Вот она, собачоныш этот, бездомный, которому мы подкармливаем потихонечку. Вот папа купил корм для кормящих, потому что у него щенки. Мы видели этих щенков, по крайней мере, слышали точнее. Так что пусть кушает. Ребят, мы сейчас едем с вами за папой, потому что папа заказывал одну деталь для тачки. Точнее, дворник задний. И мы с барником решили поехать, забрать папу с работы и поехать в этот самый магазин, куда доставили деталь. Просто он сам с работы не успеет, потому что магаз работает до 6. Вот такие дела. На улице холодно. Сейчас показывает 10 градусов, но это было в гараже 10, я думаю. Ну, то есть, минус 10, естественно. На самом деле там все 15, стопудово. Мы приехали на место встречи. Мы с ним погуляли, он уже сделал все свои дела, чтобы спокойненько сидеть в машине. Сейчас его в Инстаграм отправлю. Чекайте Инстаграм, ссылка внизу в описании. Ребятушки, в эфире программа. Внимание, внимание. Говорит Омск. Германия. Ребят, короче, информация, информация для наших активных подписчиков, для вас, ребята. В эту субботу, в эту субботу мы хотим сделать онлайн-трансляцию. Да-да, не удивляйтесь. Пока интернет тут офигенский, мы можем сделать эту трансляцию. Чуть ли не Full HD, но Full HD не получится, потому что камера не снимает Full HD. Главное не затупить, как в прошлый раз. Да, но сейчас все уже на мази, мы уже знаем, как это делается. Поэтому в эту субботу, 14 ноября... В 6 часов по Москве. В 18.00 для тех, кто живет по 24-часовым часам в сутки, а не по 12, два раза по 12. Вот. Короче, поняли, да? Суббота, 14 ноября, в 6 часов на нашем канале будет трансляция. Прямо здесь, на Камеризмане ссылочки раскидаем в Твиттер, в Контос, в группу и все. Собственно говоря, больше кидать не в... ну, в Инстаграм. Да, но сейчас уже выложим. Ребята, ребята, ребятушки, шоколад-то наш подзастыл. Он там совсем замерз. Обычно шоколад. Лава просто такая. Реально это просто шоколад. Ну, это от фиников вот эта вот такая белая штука. Будем сейчас. Сейчас мы, конечно, немножко согрешим и попьем кофе перед сном вместе с этим шоколадом. А какие перед сном? 8 часов только. Мы, блин, ляжем в час или в два, как всегда. Что ты делаешь? Сейчас будем резать его как-то. Я думаю, что ломать не надо, прям ломать, да? Попробуем порезать. Да, но его сначала нужно для этого... Вытащить оттуда вообще. Вот так вот выглядит наш шоколад. Вот это плиточка. Кстати, можно было взвесить, конечно, ради интереса. Давай. Давай попробуем. 260. Почему так много? 267 даже. Зато все натуральное. Нет, было бы натурально, если бы мы какао-бобы взяли, а я решила сэкономить. Порошок. Нет, какао-бобы, прям бобы в смысле. И сами бы натёрли. Ну, я говорю, а мы взяли порошок. Мы не взяли, он был. Ну да. Ты тупым нажил? Нет, я взял пилочку, которую... Пилочку? Ну, он пилит. Бэм, он божественный. Он офигенный. Все, мы будем делать шоколад? Да. Надо только какао-масло дофига набрать, потому что в Омске оно намного дешевле, чем в Краснодаре. В Краснодаре в таблисе продается, если вдруг вы захотите сделать его из Краснодара. Прям бобы. Какао-масло. А, масло? Я думал, какао-бобы просто. Думаю о своём, как всегда. Офигенно. У него консистенция классная. Очень клёвая. И сладости достаточно. Прямо достаточно. Ну, потому что мы сладкое не едим, и для нас теперь хочется даже чуть-чуть уже сладкое. При том, что здесь не мёд, можно было на меду сделать. Мы на финиках сделали. Да. Офигенно. Смотрим ходячих мертвецов, ребят. Это же ходячий? Да. Пятая серия, по-моему. Тётеньку не узнал. Тётеньку узнал. Фигенка президент. Да, там вообще кипиш, кипиш. Кто смотрит ходячих, большие пальцы вверх, комментарии о своих впечатлениях. Всё, досмотрели серию. Будем ждать следующую. Завтра пятница, завтра... Серия ни о чём. Так, да, что-то там эта бабка вообще совсем сдолбала, блин. Ну, правда, там иногда персонажей делают очень глупых. Глупыми, точнее. То есть, она сначала нормально, а потом глупят слишком сильно. Ну, так потому что... Как? Ну, обстоятельства всякие. Да, просто смотреть никогда не будет. Тогда будет сам сериал неинтересно. Согласен. Ладно, друзья, всё, увидимся с вами завтра. Завтра пятница. Придумаем какие-то дела. Уже придумали, на самом деле. Всё. До завтра. Спасибо за внимание. ПОКЕДА! ПОКЕДА! ПОКЕДА!